Сегодня тема очень такая, знаете как, объемная. И когда я начала к ней готовиться, я поняла, что мне придется разбить эту тему на две части. Просто за одно время все полностью выдать нельзя. Поэтому мы сегодня с вами поговорим о самой основной части, с которой необходимо начать, чтобы масштабировать свой бизнес, чтобы ваше достижение результата было вам на пользу, чтобы вы могли действительно двинуться вот с той, как говорится, основной точки, на которой вы находитесь. Я не буду называть ее мертвой, потому что у многих она не мертвая точка, это начало-начал, но все равно необходимо двинуться и стартануть. Итак, давайте мы приступаем с вами к первому слайду, чтобы я хотела, чтобы вы посмотрели. И скажу пару слов, что такое масштабирование. Для многих непонятно это слово, я его попробую объяснить очень упрощенно. Когда вы берете свою жизнь и увеличиваете показатели в своей жизни в несколько раз, причем не на, а в, увеличиваете в два, в три, в пять, в десятки раз улучшение своей жизни. Когда вы берете и свои показатели в своей деятельности, увеличиваете во много раз. Масштабирование это своего рода, знаете, такое направление, когда вы смотрите на свой бизнес не как, знаете, как вот на определенные действия, а на тот результат, который вы получите по итогу. И потом этот результат уже разбиваете на части, на детали, на планирование и на многое другое. Напишите мне, пожалуйста, представьте такую ситуацию. Если вы стоите, вот вы находитесь все дома, вероятнее всего. Посмотрите, пожалуйста, в окно. Что вы видите, когда вы смотрите в окне? Я не знаю, у кого какой этаж. Напишите этаж и что вы видите. Напишите мне, пожалуйста. Жду. Коллеги, вы со мной? Что видите? Вот я проживаю на первом этаже. У меня квартира на первом этаже. Я вижу напротив себя сирень, которая начинает пускать лепесточки. Еще нету цветов. Я вижу перед собой машины. И напротив я вижу дом, который есть. Ливень, лужи, деревья, соседний дом, небо. Кто еще что видит напротив? Соседний дом. Третий этаж, деревья и дом. Вот, смотрите. Вот очень часто мы в своем бизнесе и в своей деятельности видим детская площадка. Мы видим то, что перед нами находится. И очень часто мы натыкаемся, как Дарья давала тему, и как в ее теме одной было, что представьте, помните, мечты и цели, пальцы перед собой. И очень часто мы натыкаемся на проблемы, на сопротивление, на препятствия, которые не дают нам куда-то перепрыгнуть. То есть, знаете как, например, не ехать на автобусе, не ехать на транспорте, а, например, лететь самолетом. Например, если полететь, если переехать в другой город, то можно сократить время. Если полететь на самолете, то это займет, может быть, час или два. А если, например, ехать на транспорте, то это займет несколько суток. Вот так и в бизнесе. Масштабирование – это когда вы смотрите не в окно, а когда вы поднимаетесь над своим домом в самолете и видите большие площади. Не просто дом свой, вы видите большие площади домов, то есть реконструкцию видите сверху, дороги, машины, все видно сверху. Вот масштабирование своего бизнеса – это также взгляд сверху. Это увеличение своих ресурсов, увеличение своих действий, увеличение и ускорение процесса результата, достижения результата и достижения, естественно, своих целей. Давайте перейдем к следующему слайду и начнем мы с вами вот с такого момента. Многие люди, кто приходят в сетевой маркетинг, они, ну и не только, когда идут даже на работу. Почему люди идут работать? Ну обычно идут в сетевой, потому что здесь есть ускорение своего рода, потому что перспективы развития на предприятиях как таковой нету. И там фиксированная определенная сумма, то, о чем говорила Дарья. Она говорила на прошлом занятии, что это фиксированная практически сумма. Именно сетевой дает ускорение, именно свой бизнес дает ускорение. Так вот, на что направлен обычно фокус людей, которые приходят в сетевую компанию и к нам конкретно в Фаберлик? Все действия направлены, естественно, на зарабатывание денег. Единицы, ну или люди просто приходят пользоваться, но те, которые приходят осознанно, конечно же, на то, чтобы заработать денег. Для чего нужны деньги? Для того, чтобы хорошо одеваться. Каждый из нас хочет хорошо одеваться. Каждый из нас хочет хорошо кушать, чтобы позволять себе другие продукты в холодильнике. Например, приходить не смотреть на цены, а, например, покупать то, чего ты хочешь. Больше приятных, более дорогих продуктов, более качественных. Для того, чтобы иметь возможность посидеть в ресторане и поесть какую-то эксклюзивную пищу. Для того, чтобы хорошо жить. Это изменение жилищных условий. Например, покупка другой мебели, покупка определенных, ну не мебели, а, например, аппаратуры, которая улучшит нашу жизнь. Другой телевизор, другой, другая плита, другой чайник, микроволновая печь, мультиварка. Много таких, вот знаете, как посудомоечная машина, машинка стиральная и многое-многое другое. То есть, и очень многие хотят сделать в своей квартире ремонт. Даже если он у них уже есть, все равно каждый из нас мечтает о том, чтобы улучшить свои условия проживания. То есть, улучшить свой комфорт. И часто практически все мечтают о хорошей машине. Для каждого разная эта машина. Для многих хорошая машина, это даже наша российская машина. Для кого-то хорошая машина, это иномарка. Но даже иномарка бывает разная и разная цена. Но важное правило – заработать деньги. Я вот такую картинку тут поставила. Мне она очень понравилась. И все вы знаете этих наших любимых, этот любимый фильм, в котором... Да, жить хорошо... Да, жить лучше хорошо. Это точно. А жить хорошо – еще лучше. Это тоже точно. И каждый из нас мечтает вот об улучшении своих каких-то жизненных ситуаций. Но многие не задумываются или боятся помыслить туда дальше. А дальше что? Когда вот это улучшится? Когда сделаете ремонт? Когда будет машина? Когда у вас будет другая одежда? Что дальше? Какие планы? И кто-то планирует туда дальше? Причем кардинально дальше. А кто-то не планирует. Вот для многих самое сложное – именно масштабировать свои мечты и планы. Увеличить. Вот это хорошо одеваться. Что значит хорошо одеваться? Потому что для одних одеваться, например, не в секунде. Я знаю таких людей, которые ходят одеваться в секунде, потому что не могут позволить себе фирменные вещи, потому что они более дорогие. Одеваться не в секунде, например, а одеваться в бутиках. То есть покупать себе, например, блузку не за тысячу рублей, а, например, за 15 тысяч рублей. Покупать себе жакет не за полторы-две тысячи рублей, а покупать себе жакет за 26, за 100 тысяч рублей. Вот этот взгляд туда для многих сложен. Многие говорят, зачем мне это надо? Зачем мне нужен более дорогой телефон? Зачем мне нужна более дорогая машина? Зачем мне нужно более дорогое? Многие говорят, зачем, только лишь потому, что они этого не испытывали. Они не пользовались этими продуктами, они не одевали такую одежду, они не ездили на такой машине. И они не имеют свой дом, который, например, не просто домик в деревне, а, например, действительно огромная вилла, родовое поместье, которое передастся по наследству вашим детям и внукам. А многие ли из вас задумывались о том, чтобы купить, например, дом своим родителям? И чтобы это был домик не в деревне, а дом со всеми благоустройствами? То есть не только себе дом. Многие ли из вас задумывались, чтобы регулярно отдыхать в других странах? То есть, например, не один раз в несколько лет, а в год по нескольку раз. Два-три раза в год ездить на море в разные страны, смотреть, изучать историю, греться на солнышке, поправлять свое здоровье в каких-то санаториях более дорогих, в каких-то интересных местах для того, чтобы жизнь была действительно совершенно другого уровня. А когда наступает момент, многие ли из вас задумывались об, например, передаче наследства детям и внукам? Какое наследство вы передадите своим детям и какое наследство вы передадите своим внукам? Многие хотели бы, но боятся туда подумать, дай бог бы самим, получше бы жить и получше бы кушать. И редко кто задумывается о благотворительности. Причем одно дело благотворительность, когда вы отдаете, например, какие-то средства или какую-то помощь в детский дом или какие-то средства дополнительные, например, беженцам или еще кому-то. Не каждый задумывается о том, чтобы о создании, например, каких-то фондов, которые будут помогать детям, которые, например, родители не могут. Позволить себе какое-то кардинальное, дорогое лечение. И именно богатые бизнесмены с правильным мышлением, они создают такие фонды. Они создают помощь. Они создают дома престарелых, например, для тех людей, у которых нет близких. Чтобы это было на очень высоком уровне. Чтобы наши, например, ну не наши, а те бабушки и дедушки, за которыми не могут ухаживать, ну некому ухаживать, могли действительно жить по-другому. Очень многие об этом не думают, потому что заботы, изобилие, очень много трудностей есть, кредиты и многое другое. И многие думают только о том, что видят вот напротив дома свое окошечко. А если задуматься в ту сторону, что там за горизонтом простых желаний, если человек будет зарабатывать намного больше, настолько намного больше, что он может позволить не только для себя и для своих родных гораздо больше, но он сможет еще и даже помогать. Например, вот как мы, те, кто платят налоги регулярно. Вот я, например, плачу регулярно налоги. У меня даже не возникает вопрос, как уменьшить стоимость своего налога. Да, было бы неплохо, но я не заморачиваюсь. Например, в этом году я заплатила 300 тысяч налогов только по декларации за год. И раньше бы мне казалось, эта сумма нереально грандиозная и громадная. В настоящий момент, да, она большая. Но буквально, знаете как, несколько лет назад, ну буквально года два, наверное, назад, когда, два-три года назад, когда я задавала вопрос своему наставнику вышестоящему, не буду называть его фамилию, просто произнесу это, я говорила, ужасно, мне пришлось столько налогов заплатить. Мне пришлось заплатить 62 тысячи налогов только. Это какой ужас, на что мне мой вышестоящий наставник сказал, о чем ты думаешь? Ты думаешь о том, что ты заплатила 62 тысячи, а я заплатила 350 тысяч налогов. И для меня тогда это было ужасающе. Но через какое-то время, когда я перестроила свой мозг, как я куда могу вот это заплатить, потому что наши налоги, как бы мы ни хотели, даже если что-то, куда-то деньги и уходят не туда, куда бы мы хотели, в любом случае пенсии наших родителей, пенсии наших бабушек и дедушек, они строятся из налоговых выплат нами. И если мы не будем платить налоги и будем их укрывать, то бюджет будет уменьшен, соответственно, не будет увеличения нашим родителям, нашим бабушкам и дедушкам. Конечно, я понимаю, что не все складывается в государстве так, как хотелось бы. Но в любом случае, я не думаю, как работает государство. Я думаю, какую посильную помощь я могу, я лично, и те люди, которые вместе со мной сотрудничают, внести для того, чтобы кому-то стало жить легче. Потому что если раньше я занимала у мамы деньги, потому что у меня не было возможности, например, каких-то моих затрат, то сейчас я с легкостью приезжаю в магазин, и я с легкостью хотя бы такую маленькую толику набираю там полные пакеты продуктов, причем тех продуктов, которые себе не позволит моя мама. Потому что она ребенок из войны. Она была маленькой и перенесла громаднейший голод, и у нее до сих пор осталось в мышлении, в понимании мешок сахару, мешок луку. Ну, обязательно, чтобы был там мешок муки, чтобы были запасы круп, чтобы обязательно сбегать нужно рано утром, потому что там есть процент скидки для пенсионеров, и есть какие-то распродажи. И она из того поколения, потому что ей вот 15 в понедельник, 15 мая, ей исполнится 83 года, и ее мышление поменять очень сложно. И у нее происходит вот этот момент, она, когда смотрит на продукты, она смотрит прежде всего, есть ли скидка, есть ли какой-то момент, вот знаете, как, чтобы это было подешевле. То есть желая чего-то, она не может себе этого позволить, не потому что у нее нету средств к существованию, а потому что ее мозг не позволяет себе это позволить. Но я знаю точно, что она очень любит, и я покупаю те продукты, которые она любит, и я не смотрю на те цены, сколько это будет стоить. Потому что для нее прожить на 100 рублей, это она может прожить целый день. А я ей, когда приношу, то этот пакет с продуктами может стоить 2-3 тысячи. Я понимаю, что она сможет посмаковать, получить удовольствие. То есть уровень даже продуктов, уровень одежды, подарков, которые я могу позволить подарить ей, ей будет приятно. Хоть она, конечно, и ворчит на меня, но в любом случае мне приятно, потому что в свое время я мечтала о том, чтобы помочь ей. И вот это состояние, когда ты можешь помочь близким, и ты можешь помочь другим людям, и то, что я могу, например, сейчас позволить дарить дорогие подарки, денежные призы своей команде, своей структуре, это тоже показатель того, что уровень мышления совершенно другой, и я пришла к этому. Я не просто так заострила очень долгое время на эту мысль, потому что у многих из вас есть такой момент, люди пишут, я не могу составить 300 желаний, у меня не хватает терпения, я не могу это сделать. Хорошо, не можете 300 желаний, давайте создадим меню мечт, к которому мы будем с вами двигаться. Это много у нас тем по мечте, доведение, перевод в цель и перевод именно в действие. Давайте мы еще один момент с вами сделаем, и вот я сейчас предлагаю, молодец, умница Ирина, молодец, супер. Смотрите, что необходимо, как необходимо масштабировать свое мышление, как сделать так, чтобы желать большего, чтобы, например, вот эти 300 желаний, которые вы составляете, и может быть не 300, а миллион желаний, чтобы они стоили, например, не маленькую сумму, а большое, огромное количество стоимость. Расскажу вам недавно историю небольшую из жизни, а вы пока приготовьте ручку и листок. Расскажу про себя. Недавно столкнулась, вот я уже зарабатываю хорошие деньги, я уже могу позволить себе многое. Не все, конечно, что я хотела бы, но могу позволить много. И даже я, уже зарабатывая такие деньги, столкнулась с такой ситуацией. У меня была длительная, из-за того, что большая семья, большое количество детей, приходилось очень много готовить, очень много посуды, и у меня была мечта голубая такая, купить посудомоечную машину. Но так как мне, нам не хватало даже на наши нужды хорошо одеться, хорошо поесть, а потом дети подросли, и нужно было их уже одевать в более дорогую одежду, а тем более они сказали, что хотят поехать в Америку, и мне пришло, и нам пришлось взять кредит на 300 тысяч большой, который дополнить своими средствами для того, чтобы они смогли поехать в Америку втроем. И вот на тот момент о посудомоечной машине не стоял вопрос. Но эта мечта где-то осталась в запасниках у меня, и осталось впечатление, мышление из прошлого, что посудомоечная машина стоит дорого. Вот честно говорю вам, вот признаюсь по-честному, я не смотрела, сколько стоит посудомоечная машина. Я все время думала, хочу и как-нибудь куплю, но не загадывала и не смотрела в ту сторону. Буквально недавно, почти три недели назад, мне пришло такое предложение, скидки там на оборудование. Я зашла и думаю, дай-ка я посмотрю посудомоечную машину. Насколько было мое удивление, насколько я была поражена, даже я, уже сейчас покупая дорогие вещи, я была поражена, что посудомоечная машина, самая простая стоит 12-15 тысяч, а более дорогая, со всякими наворотами, 25-35 тысяч. У меня, знаете, меня как будто снесло. У меня было состояние, что почему я столько времени строила в голове голубую мечту, как я говорила, голубая это как несбыточная, голубая мечта, которую я не могу осуществить. Ведь я уже давным-давно могла купить эту посудомоечную машину, потому что я запросто ее могла, могу позволить сейчас и до этого могла позволить. Но я не просто так рассказываю эту ситуацию. Когда я увидела стоимость посудомоечной машины, я долго над собой хохотала. Но я заметила еще один момент, что эта посудомоечная машина, она встраиваемая. Я подумала, у меня итальянский кухонный гарнитур, ну, такой старенький, давно он у меня уже, но итальянский, он угловой, он хороший. И, ну, тут нету встроенной техники. И я подумала, а куда я буду встраивать эту посудомоечную машину? Почему я вам это рассказываю? Не просто так. Как только мои мысли задвинулись туда, на посудомоечную машину, что я запросто могу себе это позволить, запросто, вот прям вот тут же, пойти и купить ее. Буквально это произошло утром. И именно в обед я нахожу наконец-то тех ремонтников, о которых я долго мечтала и не могла найти. Ну, я правда искала ремонтников, которые сделают под ключ ремонт полностью во всей моей квартире. под ключ, все полностью, все, чего я хотела. И буквально увидев и поняв, что я могу позволить себе посудомоечную, вот, зубами, да, вот, как только я себе позволила и сказала, я могу, и мне стало смешно, что это просто, тут же решилась, то есть как ресурс пришел в следующий этап. И вам говорю, коллеги, что как только я это решила, буквально в течение двух дней я нашла хорошие окна, и мне вот 20-го числа оставляют 2 евро окна, и я без проблем за них рассчиталась. Но есть другой момент. Я буквально, как только я подумала о посудомоечной машине, я тут же нашла квартиру, куда я переезжаю в моем доме, куда я переезжаю на 2 или 3 месяца, я не знаю, как будут справляться ремонтники, и я буду жить там, в другой квартире, пока мне будут это делать, ремонт под ключ. То есть за 2 недели я выстроила вот это направление ремонта под ключ, а у меня, коллеги, 4-комнатная квартира. И если вы понимаете, что такое 4-комнатная квартира, и что такое ремонт под ключ в 4-комнатной квартире, я не говорю, что у меня нет ремонта, просто этот ремонт был сделан давно, и у меня уже есть другие желания, другие планы, и естественно, как только я подумала о посудомоечной машине, я сразу подумала, что этот кухонный итальянский гарнитур переедет к моей маме, потому что она себе такой не позволит никогда. Почему нет? Он прекрасный, он встанет у нее, и она будет с удовольствием пользоваться. А я уже возьму новый, тот кухонный гарнитур, который я хочу. А тот, который я хочу, он стоит как минимум 85-90 тысяч. И я уже сейчас заказала себе диван, о котором я давно мечтала, для своей гостиной, который 3 с лишним метра, угловой, аристократ, на котором можно хоть поперек, хоть вдоль лежать. Он стоит 85 тысяч. Я вам рассказываю о том, что одна мысль, что я могу себе это позволить, подтянула все остальное, и подтянула те ресурсы, которые начали у меня срабатывать моментально. Хотя долгое время не могла очень многое, что решить. О чем я вам рассказываю? Вы взяли все листок и ручку. Что вам необходимо сделать? Я понимаю, вы сейчас делаете для себя пометки. Я понимаю прекрасно, что вы сейчас полностью рассчитать то, что я вам сейчас дала, не сможете. Но ваша задача, вам необходимо расширить свое масштабное мышление. А для того, чтобы расширить свое масштабное мышление, вам необходимо распланировать определенную цифру денег. То есть определенное количество денег. Я долго искала картинку под этот слайд, потому что у каждого она будет своя. для кого-то для кого-то вот такой пачки пятисот тысяч, ну, пятисоток евро будет за глаза выше крыши, а для кого-то она будет совершенно маленькой. Так вот, вам необходимо определить ту сумму денег, которая у вас есть сейчас регулярно каждый месяц. Как только вы определите эту сумму денег, вам необходимо ее увеличить, то есть умножить не на пять, а умножить на пять или десять раз. То есть увеличить ее в пять или в десять раз. Ту сумму, которую у вас сейчас. После этого, как только вы это увеличите, вы вычитаете из этой суммы все свои обязательные платежи. Те платежи, которые, возможно, у вас кредиты, квартплаты, возможно, у вас какие-то запланированные, вот как у меня запланированная, вот сейчас ремонт, как у меня запланирована, вот, постановка окон, которые я купила, у меня запланированные определенные поездки. то есть вы расписываете все месяцы на протяжении, например, в течение полугода, какие у вас есть обязательные платежи, и вычитаете из этой суммы. Потом вы вычитаете все регулярные расходы. Вы, например, знаете, если у вас есть дети, соответственно, вы знаете, что дети растут, и у вас могут быть регулярные расходы, это покупка одежды. Особенно, когда детки маленькие, они растут очень быстро. И покупка одежды, обуви, она практически происходит чуть ли не каждый месяц или в течение двух месяцев. То есть вы это вычитаете. Платежи, в платежи входят это оплата интернета, квартплата, кредиты и все остальное. Расходы это регулярное питание, покупка определенной одежды, то, что у вас регулярно. Это туда входит личный объем в компании Фаберлик, покупка определенных продуктов. Если вы, например, не продаете, а покупаете себе, это тоже входит в расходы, в те, которые обязательны, которые вам приносят деньги. Так вот, как только вы вычтите все это, вам необходимо посмотреть на оставшиеся деньги и распланировать их. Распланировать на свои мечты. То есть распланировать, чтобы вы хотели бы их купить. Вот представьте, что у вас они уже есть. То есть, например, давно мечтали, вот как я, например, давно мечтала о посудомоечной машине. Купить посудомоечную машину. Или, например, у вас плохой, плохонький холодильник, вы хотите купить холодильник. Вы хотите, например, сделать ремонт, как я, в своей квартире. Вы хотите купить хороший компьютер, который действительно будет вам давать возможность лучше работать в интернете. Вы хотите купить себе хороший телефон. Вы хотите купить себе, например, хорошую одежду какую-то, какой-то деловой костюм. Вот вы просто расписываете те мечты ваши, которые вы составляете. Вот эти деньги вы расписываете, планируете. Если вдруг ваше распределение денежных средств прошло очень гладко и очень быстро, то есть раз, и вы все распланировали буквально в короткие сроки, то есть у вас составленный у вас список желаний, у вас уже есть меню желаний, и вы их запросто, и у вас желания настолько высокие, что вы хлоп и быстро расписали. Если вдруг у вас это произойдет, значит, это не та сумма, которую нужно распланировать. Тогда вы увеличиваете ту сумму, которая у вас есть сейчас, не в 10 раз, а еще увеличиваете в 2 или в 3 раза. Это будет зависеть от вашего состояния, от ваших желаний и от той суммы, которую вы зарабатываете сейчас. Потому что если вы зарабатываете сейчас достаточно приличные деньги, и вы увеличите их в 10 раз, и у вас еще и будут оставаться деньги, вы не будете знать, куда еще их пристроить, значит, это нормальная сумма. Если вы их очень в легкую распределяете, то увеличение должно состояться еще в несколько раз, и вы заново опять вычитаете все платежи, вычитаете все расходы, а оставшиеся распределяете на свои желания. Коллеги, если это понятно, поставьте, пожалуйста, плюсики, а то у вас такое гробовое молчание, я аж прям аж не пойму, вы здесь со мной или нет, понятно? Понятно? Хорошо, у меня другой вопрос к вам. Напишите, страшно или нет, или интересно, напишите, что вы сейчас чувствуете после вот этого моего предложения по расписанию вот таких средств. Страшно? Интересно? Мистера, о, хорошо, вы у меня тогда продвинутые, молодцы, спасибо. Подумайте, вот смотрите, необходимо, ваша задача, вот вы это не сейчас делаете, вы это сделаете в спокойной обстановке, вам нужно будет прям подумать хорошо. ваша задача необходимо найти такую цифру денег, не где-то найти, а именно вот саму цифру, чтобы для вас было абсолютно она непонятной и запредельной. Что значит непонятной? Вот, например, знаете как, когда я, например, вот сейчас зарабатываю те деньги, которые я зарабатываю, для меня, честно скажу, непонятно куда распределить, например, один миллиард долларов. Честно скажу, один миллиард долларов, я даже не знаю, куда распределить, вот правда, для меня она какая-то очень запредельная. Умножить сто, Даша, отлично, можно умножить сто. Никто не закрывает вам, насколько умножить, по своим желаниям смотрите. Важно, чтобы она была настолько запредельной, чтобы вы, знаете как, вот вы, например, определили сумму, пошли, 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 хлоп, уткнулись, то есть, вот когда вы уткнетесь, как говорится, лбом в стену, не будете уже знать, что еще можно купить, куда еще можно их потратить, у вас останется приличная сумма, которая вообще еще она запредельная, вот тогда это ваша цифра. То есть, смотрите, должно быть что-то грандиозное, неподъемное, и уже потратить некуда. Вот эта цифра будет та, которой вам необходимо будет двигаться, именно от которой вы сможете масштабировать свой бизнес. Вот именно от этой цифры, потому что я бы потратила миллиард с удовольствием. Распиши, Олеся, куда миллиард потратишь, вот напиши его, потому что вот действительно уже есть, вот, например, есть подготовленное мышление, есть подготовленные люди, у которых есть подготовленные списки, и они точно знают, куда они потратят. Вот смотрите, вот эта мысль, вот благодаря этой мысли, это как, знаете, будет запуск вашего расширения мышления в масштабировании. И тогда честно вам скажу, коллеги, когда, например, чего-то не будет хватать какого-то продукта, или кто-то вам скажет, да ты знаешь, я вот не знаю, ну, буду я вот работать или не буду, ну, хочу ли я покупать продукт или не хочу, ну, вот что-то я не знаю, а какая дополнительная тебе сумма нужна, ну, ну, тысячу или тысяч пять меня бы устроило, вот тогда вы точно увидите, что у вас команды другие начнут создаваться, то есть вы не будете обижаться на тех людей, которые ничего не хотят, вы просто будете направлять больше 80% своего времени на тех людей, которые хотят так же, как вы, которые хотят так же, вот, много, как, например, Олеся, потратить миллиард с удовольствием, или, например, умножить свою нынешнюю сумму в сто раз, у вас масштаб мышления, масштаб развития вашего бизнеса, он станет абсолютно другим, потому что вы тогда сможете уже от этой суммы прописать, я, конечно, понимаю, что для многих будет, может быть, сложно по маркетинг-плану разобраться, но у вас есть мы наставники, ваши директора, которые могут помочь вам в этом, и вот это направление вам необходимо будет расписать на время, на определенное, например, может быть, эта сумма, вы распланируете ее на год, или вы распланируете ее на два года, но вы ее распланируете, во-первых, по покупкам, по срокам, покупке именно этой мечты, и вы распланируете по доходам, и тогда вам уже легче будет понимать, что необходимо делать внутри, и уже делать именно здесь, и сейчас, в настоящую минуту. Вот тогда ваш масштаб движения и ваш масштаб достижения будет совершенно другим. Это еще как направление как масштабировать, как помочь себе именно увеличить свои объемы. Запишите себе первое задание, которое вам необходимо будет сделать. я сделаю обязательный в Google Доке обязательную табличку, в которую вы будете вписывать эти решения этих задач. То есть я сделаю по пунктам то, что я вам задаю, вы там впишите, никто не будет видеть ваши показатели, буду видеть только я. Для чего я это делаю? Для того, чтобы вам помочь или понять, может быть, направить вас куда-то. потому что я прекрасно понимаю, что сейчас масштаб моей структуры увеличился настолько, что я физически не успеваю каждого опросить масштаб их мышления, масштаб их желаний, масштаб их увеличения их бизнеса. Поэтому это будет подспорье для вас, потому что вы начнете туда двигаться. Это будет подспорье для меня, для того, чтобы я понимала масштаб ваших желаний и ваших стремлений. И вот я вам сброшу ссылочку на заполнение формы. Вы каждый будете заполнять только свою форму. Это будет корректно по отношению к друг другу. Поэтому бояться вы можете не бояться. Нигде я не буду рассказывать и показывать ваши мысли. Но я увижу, где, может быть, у вас какие-то пробелы помогу вам реабилитироваться или поправить что-то. Возможно, я поговорю с вашими директорами вышестоящими, в каком направлении они должны вам помочь, чтобы вы начали лучше стартануть уже именно вот сейчас и двигаться к другим целям. Итак, первое задание, которое вам помимо увеличения цифры и создания цифры, первое задание, подумайте, какими способами вы сможете этого достичь. То есть, например, вы прописали сумму, определили ее, через какие способы вы сможете, то есть, через какие квалификации, через увеличение чего в своей структуре вы сможете достичь этого. Почему не даю сейчас конкретных действий для вас? Очень хотелось, ничего страшного, главное слушать вперед. Почему хочу, чтобы вы сами подумали? Потому что вы сможете понять сами себя, какие ресурсы у вас есть, что вы уже умеете делать, и что вы умеете делать лучше всего. Вы сможете подумать, и вы сможете уже натолкнуться на какие-то трудности, на те вопросы, которые вы до сих пор мне не задавали, и не задавали своим директорам. Вы начнете думать, как раз вы натолкнетесь на то, что возможно некоторые действия, которые вы делаете, то вы делаете их во-первых, не в том направлении, точнее, вы в том направлении идете, но очень медленно, то есть масштаба, масштабирования вашего бизнеса в этой деятельности нет, и вы просто поймете, что вы просто идете по наитию в том направлении, в котором, как говорится, вам помаячило что-то впереди, и вы пошли туда, идете медленно, а возможно вам нужно кардинально повернуть влево и сделать совершенно другие действия, поэтому первое задание, какими способами вы сможете этого достичь, этого я подразумеваю той суммы, которую вы определите, это понятно, если поставьте плюсики, я перехожу к следующему этапу, это первый этап, о котором я вам рассказала, сегодня мы рассмотрим четыре этапа, поэтому тороплюсь, потому что время очень быстро идет, постараюсь увеличить, вот смотрите, мы с вами расширив мышление, еще должны расширить масштаб работы, знаете как, именно построения бизнеса, сейчас попробую вам объяснить, вот смотрите, есть такое понятие, чем отличается вообще энергия мышления, энергия движения у стартапера, у того человека, который, ну как в самом начале пути, и у бизнесмена, если даже вы давно в компании, то возможно вы находитесь в какой-то стадии стартапа, то есть вы каждый день планируете, что вот завтра я начну, вот с нового периода я обязательно это сделаю, и вы остаетесь на этом этапе, то есть у вас не перетекает в разряд бизнеса и масштабирование своего бизнеса, так вот, есть несколько определений, в чем отличается энергия мышления у стартапера и у бизнесмена, определите себя, у стартапера мышление настроено на поиск идеальной модели, которая, вот которую он найдет, и сразу бизнес состоится, и сразу будет бешеный рост, очень часто многие повисают на этом именно поиске, что мне нужно сделать такое, где найти волшебную таблетку, в какую, вот где что посмотреть, чтобы вот, вот какие шаги мне точно надо сделать, вот где это найти, и человек занимается в постоянном поиске, ищет, 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 одно видео посмотрели, одно обучение посмотрели, куда-то зашли, где-то, так, наставники наши, может быть, не то говорят, пойду посмотрю в другом месте, посмотрели там, там говорят то же самое, или что-то другое, и постоянный поиск, проб и ошибок, пробования, пробования, модели, 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 это мышление настроено именно у стартаперов, и ориентир у стартапера идет именно на продукт, то есть очень часто в чатах пишут, вот там нету тапочек, блин, до сих пор нету, я прям говорю, блин, до сих пор нету бритвенных наборов, ухо на компания такая-сякая, вот зачем они объявили вот это, а этого нету, да что же это такое, нету того-то или нету того-то, то есть акцент идет, понимаете, как, не на масштабирование того, чтобы получить больше, а на уменьшение той модели, которая находится, знаете, как зона комфорта, то есть на определение, какой продукт я люблю, но по сути по своей, не важно, как делать личный объем, но не важно, как будут люди делать личный объем, это не имеет значения, важно другое, сколько баллов сделает человек и какую группу он создаст, это масштабирование, очень часто у стартапера направлено мышление на рост по квалификациям, это неплохо, но объясню, почему, в чем сравнение, вот смотрите, если посмотреть на мышление бизнесмена, у него настроено, чтобы ядро, то, что он уже сейчас создал, пусть даже маленькое создание его, пусть даже маленькая структура, но чтобы вот это, даже маленькая какие-то систему, вот какую-то он для себя создал, какую-то маленькую модель, то есть, например, он просто каждый день выкладывает посты в соцсетях, и на эти посты начали приходить люди, или он, например, каждый день отправляет какое-то количество писем, и на эти письма приходят люди, или он, например, что-то сделал, раздачу определенного количества каталогов, и на это количество каталогов приходят люди, вот мышление именно бизнесмена, как из этого ядра сделать так, чтобы оно стало больше, как сделать так, чтобы увеличилась максимальная отдача от той деятельности, которую он делает, то есть, как сделать то, что я делаю, но чтобы оно принесло в два, в три, в десять раз больше, чтобы, например, рост был не в количестве людей, а в количестве, например, созданных структур вашей, вашей структуре, то есть, вот у бизнесмена другое, как увеличить это ядро, что нужно такое сделать, чтобы оно начало каждый раз увеличиваться, видите, чем отличается мышление, дальше, у стартапера ориентир на продукт, а у бизнесмена на создание команд, не просто создание своей команды, а на создание команд в своей структуре, чтобы было, вот, например, когда ко мне приходит человек, который заявляется именно в бизнес, я ему говорю, создайте, пожалуйста, помимо нашего ресурса, наших чатов, создайте свой чат для своей структуры, создайте, ведите его, подключите меня, я буду вам помогать, на первоначальном этапе буду смотреть, что там, какие вопросы задают, я вам буду помогать, но создайте чат отдельный для своей структуры, начните быть в позиции руководителей даже для этой маленькой группы, то есть моя задача, чтобы в моей структуре создавалось большое количество команд, и чем больше таких команд будет, соответственно, эти команды начнут взаимодействовать друг с другом, внутри они начнут взаимодействовать с друг с другом, соответственно, команда с другой командой начнет взаимодействовать, соответственно, это ядро увеличится в несколько раз. То есть вроде бы то же самое, но масштаб больше. А вот видите, чем разница? Если понимаете, что разница есть, то определяйте себя. Бывают, конечно, смешанные типы, по-другому никак не скажешь. В чем-то стартапер, в чем-то мышление бизнесмена. Бывают смешанные, но если вы видите, что у вас вы только в позиции стартапера, пришло время переходить в мышление бизнесмена. Если у вас смешанное, то именно то, что находится в стартапере, вас тормозит. Потому что стартап это, когда человек только пришел, когда он первую неделю или первый период в компании, или три периода в компании, это стартап, это первый путь для достижения. Но уже даже три периода, это уже, знаете, как много. Вообще стартап должен быть в течение 72 часов, в течение недели и погнали по нарастающей. Почему, например, именно бизнесмен думает о растущих показателях. Да, конечно, он обращает внимание на фамилии, на конкретные структуры. Но он больше ориентирован на показатели общие. Не о том, сколько лидеров в той или иной структуре, а как лидер, вот, например, лидер или директор в его структуре, насколько он прирастает, как его показатели растут, насколько он растущий, в чем проблема, если он не растет. Если он растет, то что происходит? То есть акцент на другое. А сам стартапер, он думает, как ему двигаться именно по квалификационной лестнице. Вначале я сделаю 100 баллов, потом я сделаю 200, 600, потом я сделаю 1000, потом я сделаю полторы. А если бы стартапер подумал, сколько команд должно быть в моей структуре, как они должны выстроены быть в моей структуре, как будут расти показатели в моей структуре, то тогда масштаб мышления сразу бы увеличился, и тогда квалификации сами за собой начали бы подтягиваться одна по другую. Это не просто так, это не придуманный момент, об этом говорят очень многие. Об этом говорит бизнес молодости, я рекомендую посмотреть их видео, огромное количество от них информации. Об этом говорят наши драгоценные директора, вышестоящие, которые сами построили бизнес так. Об этом говорю я, потому что как только я убрала свое мышление на то, чтобы моя квалификация росла, а перенесла сколько квалификаций людей будет в моей структуре, у кого и какое количество квалификаций, сразу же переменился фронт роста. Увеличение масштаба быстро ускорилось. Стартапер больше находится на эмоциональном составляющей, то есть у них, если что-то не так, ему грустно. Если не так посмотрел, то ему скучно. Если он не растет, то у него опускаются руки. Если его похвалили, у него радость. То есть он живет, стартапер, он живет от эмоционального возбуждения. То есть вот получил на обучение эмоциональное возбуждение, ах, побежал. Но насколько хватает ему этого эмоционального возбуждения? На день, на два, на неделю, на сколько? Пока не получит следующую дозу, знаете, как это своего рода как наркоман, в кавычках, конечно, коллеги. То есть вот пока доза раздулась, все, прошло вот эта эйфория, нужно найти следующую дозу. И это также, опять же, модель поиска дозы. Какую дозу найти для того, чтобы опять эмоционально вырасти? У бизнесмена другой момент. У него, знаете как, у него прописаны цели, задачи, планы, мечты, глобальные. То, что вам нужно сделать до этого было, то, о чем я говорила. Как только у вас будет расписано это, ваша эмоциональная составляющая, она никуда не денется. Я также, хоть я и в такой квалификации зарабатываю, я живой человек. Я могу плакать, я могу расстраиваться. У меня может испортить настроение. Я могу смотреть на показатели моих лидеров, моих консультантов и очень сильно переживать и расстраиваться по этому поводу. У меня тоже это есть. Но это не останавливает мое движение. Я могу расстраиваться. Но я все равно понимаю, даже если кто-то принял осознанную позицию опустить руки, я не могу за него сделать это. Я могу ему помочь в плане поддержки. Но человек, именно бизнесмен, должен встать на позицию самомотивации. Получать дозу дополнительную на наших обучениях, на мероприятиях, на бонусах, на подарках, которые мы дарим. Потому что мы все привыкли к поощрению, нам это нравится. Мы все привыкли к тому, что каждому человеку приятно доброе слово или какой-то подарок или что-то. Мы не застрахованы. Но это нас не разрушит в той ситуации, если вдруг чего-то не будет получаться. Сейчас наступает летний период. И для многих летний период это, когда люди говорят, ой, все разъехались, ой, все в садах, ой, все, сейчас начнется кризис, сейчас начнется падение, я тогда пойду отдыхать. Многие так рассуждают. Но на самом деле никакого кризиса не существует и никакой сезонности не существует. Просто есть категория людей, с которыми вы работали, с клиентами, с консультантами, которые вдруг разъехались. Но если разобраться, вот предположим, предположим, я обслуживаю, ну предположим, 5 тысяч человек. И все эти 5 тысяч человек уехали из моего города. Но в моем городе проживает не 5 тысяч человек, а гораздо больше. Но, возможно, к этим людям я ни разу не приходила. И, возможно, каждый из вас не приходил к тем, которые, ну вот, не приходили. Вот, например, те люди, которые сейчас разъехались, они не сидят в интернете. Если вы зайдете в соцсети, то вы можете просто в поисковике поискать людей, и вы увидите в сети, в сети, в сети, они вам не знакомы. Начните бомбить этих людей, ну то есть предложение делать тем, кто в сети. Не ищите тех людей, которые разъехались. Не ищите, как говорится, слово, хотела такое некрасивое сказать, не ищите, по-другому скажу, взаимодействие. Я хотела сказать более грубое слово. Не ищите взаимодействие с теми, кто не хочет. Найдите тех, кто хочет. Найдите новых клиентов, новых консультантов. Но заинтересуйте тех, которые хотят, и которым некуда ехать. У которых нет денег куда-то ехать. Они даже в саду не могут работать, у них нету сада. То есть вот эмоциональная зависимость, она уйдет, когда вы начнете садкать другие ресурсы и будете думать о растущих показателях. И стартаперы еще настроены на процесс. Если интересно и весело, все идет как нужно. Если вдруг, не дай бог, там в какую-то неделю не прошли обучение, где-то не встретились, или, например, наставник не позвонил, не сказал пару слов ласковых, все, жизнь закончилась. Это именно позиция стартапера. Если у вас это есть, существует, убирайте ее. Потому что ваша задача, вы пришли многие, многие, я не говорю все, но многие пришли в фаберлик и в сетевой для того, чтобы заработать деньги, для того, чтобы ваши мечты реализовались, может быть, маленькие. И чтобы перейти из позиции процессника и из позиции эмоциональной, необходимо перейти в позицию бизнесмена, мышление бизнесмена, увеличение прибыли. Если вы будете ставить акцентом увеличение прибыли, своей личной прибыли, своей, вашей, благодаря которой вы начнете из своих меню желаний покупать по очереди. в начале кушать лучше, одеваться лучше, вот в начале на этом этапе, потом на более кардинальные какие-то перейдете покупки или строительство дома или еще чего-то. Это зависит от вашего меню желаний. Важно в этой ситуации, что нужно сделать. Важно. Важно понимать, что все найдут модель роста. Каждый из вас найдет свою модель роста, если он действительно в поиске. Но рано или поздно вы на нее можете наткнуться случайно. То есть, знаете как, если вы не будете уделять этому большого времени, а просто вот сейчас возьмете и начнете делать то, что я вам сказала. Начнете делать то, что мы говорим на каждом обучении. Начнете делать то, что применять то, о чем говорила вчера Дарья. Рассказывать о тех преимуществах, о которых вчера говорила Дарья. В сравнении, например, начнете выходить на кого? На других сетевиков и начнете с ними беседовать не из позиции агрессивности, как многие делают, а из позиции уважения и из позиции привлечения на те преимущества, которых у них нет. Вчера огромное количество полезностей дала вам Дарья. Возьмите эту полезность. Вы уже должны были вчера это начать делать. Уже только услышали, уже побежать и начать работать с людьми. Сегодня я вам даю следующие полезности. Уже сегодня начать над этим работать. Уже ночью отработать что-то. Вот это не думать о том, какая будет у вас модель, а сразу посмотреть туда вперед. Потому что рано или поздно вы придете к ней. Это опять пример из того, я посмотрела, сколько стоит посудомоечная машина, и сразу, вы не поверите, коллеги, в течение пяти лет я не могла найти ремонтников, которые меня будут устраивать. Потому что я в свое время сама продавала, была менеджером по продажам крупного магазина отделочной сантехники и материалов. Я знала, я знаю детали, как должно быть. И когда ремонтников я находила, и они говорят, мне бред и непрофессионализм, я говорила, извините, вы мне не подходите, я боялась свой дом отдать. Представляете, я только подумала об одном, у меня сразу же хлоп, и пришло совершенно другое. Пришли те люди, которых я не могла долгое время искать. Поэтому начните думать сейчас о своем увеличении прибыли. Второе, что важно. Важно, все зависит просто от количества попыток, сделанных по разным моделям развития. То есть, вы все равно будете искать, вы никуда от этого не денетесь. Почему мы не даем готовых моделей? Потому что, я вам серьезно говорю, мы можем дать вам готовые модели, но если они не будут подкреплены ресурсами, эти модели, то эти модели не сработают. А ресурсы вам нужно будет самим создавать под эти модели. Взять одну единую модель для всей структуры. Многие скажут, извините, мне не подходит такая модель. Поэтому мы у вас развиваем бизнесменов, предпринимателей. А предприниматель от слова предпринимать, тот человек, который предпринимает для улучшения, увеличения собственной прибыли и находит свои модели роста. И знаете, как можно ее найти? Услышали что-то? Возьмите большим количеством попыток, попробуйте ее отработать на себе. Не срабатывает, разворачивайтесь кардинально, берите следующую попытку, следующую модель, пробуйте. Не срабатывает, берите третью модель, пробуйте. Не срабатывает, берите четвертую модель. Опа, в этой четвертой модели что-то сработало. Оставляете это и улучшаете уже эту модель. Вот что важно. В любом случае, мы для вас, для нашей команды Faberlic Project уже подготовили уже автоматизацию, уже определенные направления, определенные ресурсы, которые вы уже можете использовать. Не вкладывая в это деньги фотоотчеты вашего ремонта. Да, я сделаю обязательно. Но это будет не скоро, это будет через месяца 3-4. Поэтому обязательно сделаю. Так вот, смотрите, коллеги, какой момент. Вот здесь вот, именно от количества попыток из проб вот этих моделей вы найдете ту модель, которая будет конкретно под вас и которая конкретно начнет бешеный рост вам даст. Следующий пункт, что важно. Акцент должен стоять не на поиск модели, а на то, чтобы возвести в абсолют мысль увеличения среднего своего чека. Своего чека увеличения. То, о чем мы говорили в самом начале этого вебинара. Вот это должно стоять у вас в голове. Как увеличить мой средний чек? Как только вы начнете об этом думать, у вас под это придут, во-первых, люди, которые начнут вместе с вами увеличивать и свой чек, и ваши чеки. Как только вы это вложите себе в голову, то у вас вдруг неожиданно начнут срабатывать ваши модели, которые вы поиском занимались. Как только вы будете это держать акцентом, вы же будете каждый период видеть, увеличивается ваш средний чек или нет, идете ли в этом направлении или нет. Если вы не идете в этом направлении, значит, вы делаете что-то не то. Значит, нужно поставить себе в абсолют эту мысль увеличения среднего моего чека. Среднего, потому что, конечно, бывает, он колеблется. Следующий момент. Есть такое понятие продавать дороже. Продавать дороже это не значит продавать, знаете как, это не значит продавать дороже продукт, который у нас по каталогу. Нет. Продавать дороже свой проект, свое имя, свое направление, на то, на что вы приглашаете людей. То есть, продажа должна быть не продукта, пилочек, тапочек, купальников, а продажа должна быть общего масштаба. То есть, например, комплекса по уходу за кожей, комплекса по уходу за домом. То есть, знаете как, масштабирование, это когда, ну ладно, мы дальше будем об этом говорить, то есть, не в стоимости дороже, а в ценности. Не в стоимости в деньгах, а в ценности. То, о чем говорила вчера тоже Дарья на нашем обучении, она говорила, в чем ценность компании Фаберлик, в отличие от других компаний. В чем ценность нашей команды, в отличие от другого, от других команд и от многих других сетевых компаний. Ценность, вот на эти ценности, если вы будете приглашать, почему-то вы мужа ищите или жену именно по ценностям своим, чтобы все в комплексе у него или у нее было. и внешний облик, и характер, и вкус, и чтобы и порядочность, и многое другое. Почему-то в комплексе, чтобы во всем он был хорош. А почему мы в бизнесе довольствуемся малым? Почему остаемся на позиции стартапа? Я не говорю про вас, про всех коллеги, но очень часто обидно, когда я вижу, что человек пришел, он, я понимаю, какой был огромный потенциал у этого человека. Я понимаю, что этот человек может буквально в короткие сроки просто взорвать бизнес свой, ну как в смысле взорвать, в кавычках, конечно, взорваться, взорвать в объемах, в росте, в увеличении своего чека, но почему-то в какой-то момент он вдруг хлоп и все, и не может, и он куда-то раз и висит на одних и тех же объемах. У меня, знаете, у меня аж перехватывает горло в этот момент. Поэтому подумайте, в чем вы можете масштабировать именно свой проект развития. По этому вопросу второе домашнее задание, запишите его, пожалуйста. Подумайте, как увеличить, ой, съехала у меня, как увеличить рост масштаба, сейчас, секунду, коллеги, подождите, я открою, сейчас, а то у меня, съехала, очень жалко, этот не поставила, это у нас второй, простите, ведь я готовилась для вас. Как увеличить, подумайте, как увеличить рост, так, коллеги, немножко по-другому сделаю, простите, потому что это, ждите немножечко, отвлекусь, немножко, заодно передохните. Сейчас зачитаю вам. Секунду, терпите. Так, второе задание, которое вы, на что вы должны обратить внимание, второе, как увеличить рост масштаба вашего за одну операцию, за одну единицу, то есть, знаете, что это значит? Например, если вы раньше делали, вот, например, рекрутинг, например, приглашали одного человека, как можете вы увеличить рост, чтобы за одно бизнес-предложение у вас пришли, вы уже провели встречу, бизнес-встречу не с одним человеком, а с несколькими. Как сделать так, что именно может увеличить, что может вам дать рост, какая единица, которая быстро вас начнет двигать вперед, то есть, большее количество новичков начнет приходить, большее количество людей, которые будут приверженцы и будут регулярно делать заказы, большее количество продаж или большее количество покупок у клиентов. Подумайте в этом направлении. Я могу вам сказать, что мы вначале просим от вас домашнего задания, а основываясь на вашем домашнем задании, которое вы сделаете, Дарья сегодня предложила, и я согласна с ней, мы, основываясь на этом домашнем задании, мы для вас создадим дополнительные, более углубленные обучения в этих направлениях. То есть, мы будем брать, например, какую-то одну тему и будем ее разбирать именно в обучении, чтобы разжевать, и чтобы вам легче было сориентироваться. Но вначале вы подумайте самостоятельно. Хорошо? Теперь двигаемся дальше к следующему этапу. Смотрите. Увеличение ассортимента. Так. Увеличение ассортимента. Смотрите, что значит увеличение ассортимента. Нам повезло крупно. То есть, крупные фирмы, для того, чтобы увеличить масштаб своего бизнеса, они увеличивают количество ассортимента продукции, увеличивают количество, знаете как, мотивационных программ. Вот нам повезло. Компания Фаберлик у нас дает огромный ассортимент. Сейчас об этом тоже говорила вчера Дарья. Кто не смотрел, просмотрите, пожалуйста. Второе, у нас дает огромный ассортимент разных направлений и огромное количество разных мотивационных программ, на которые, во-первых, можно привести людей, это раз. Во-вторых, благодаря которым можно увеличить средний чек каждого человека и свой лично. Но все-таки я вам предлагаю масштабирование, подумать вот в этом направлении. Разбирать я этот увеличение ассортимента именно товарных групп людей. Не продукции самой, а ассортимента товарных групп людей. Что это такое? Вот вы видите, для продавцов, те, которые занимаются продажами, у нас есть средства для дома. Важно определить, кто из людей, какая категория людей именно покупает средства для дома. Какой у них социальный статус, какая возрастная категория, кто они. Напишите вот мне, чтобы я понимала, что вы меня понимаете, кто обычно покупает средства для дома. Напишите мне, пожалуйста. Я, пока вы мне пишете, пока вы мне пишете, я просто немножко скажу. Вот смотрите, что значит масштабировать в этом направлении. Вот, например, сейчас наступает лето, и количество клиентов может уменьшиться у вас. Может. Но вы можете увеличить количество продаж, то есть большее количество на большие закупки, на большее количество покупок. Домохозяйки, правильно, Ирина. Вот обычно домохозяйки покупают средства для дома. И если составить грамотно набор средств для дома и, например, объявить акцию на лето, предположим сказать, если вы покупаете вот такой набор, то я вам дарю вот такой подарок. Мамы, правильно, дети, аллергик, правильно, женщины, домохозяйки. Спасибо большое, я понимаю, что вы меня понимаете. То есть, смотрите, например, недавно слышала такой момент, ну, был разбор полетов на одном тренинге, и там одна девушка сказала, говорит, у меня обычно лето, все, я сразу же уезжаю на три месяца отдыхать именно на море. Ей задали вопрос, почему? Она говорит, ну, потому что я занимаюсь в сфере косметологии, и летом люди не приходят в косметические салоны. Им вообще не до этого. Они, ну, мало очень внимания уделяют именно средствам по уходу за лицом. Поэтому, говорит, у меня летом обычно большой, огромный спад, и именно сезонность срабатывает. И, говорит, я вот тут начала проходить тренинг, и мне, говорит, мой куратор дал такое задание. Тебе нужно сейчас уйти буквально за час или за два часа заработать ту сумму, которую ты запланировала, вот как я вам сказала. Ну, вот, например, которую ты запланировала. Тебе за час или за два нужно ее, ну, заработать, которую ты поставила себе в план. Они говорят, и... Она говорит, я заработала за два часа 300 тысяч рублей. Он говорит, а раньше как? А раньше, говорит, я зарабатывала... Это за месяц 300 тысяч рублей. А тут я заработала за час, за два часа. Он говорит, и что же ты такое сделала? Она говорит, я подумала. Во-первых, мне дали задание, надо это сделать. Раз. Мне ограничили время. Два часа. Два. В-третьих, я подумала, как же я могу за такой короткий срок масштабировать так, чтобы увеличить средний свой чек? И она говорит, я просто-напросто прозвонила всех своих клиентов, которые не приходят летом ко мне, все, которые постоянные клиенты, и объявила им такую акцию. Купите пять процедур в летний сезон, и я вам дарю шестую процедуру в подарок. И она говорит, я там вложила ту процедуру, которую обычно люди жалеют деньги на нее. И говорит, у меня все, кому я всю базу прозвонила, вся база у меня взяла, и сразу же, тут же, моментально купили эти продукты. Единственное просто, что они сказали, можно мы заплатим сейчас, но эти процедуры пройдем, например, в сентябре, потому что мы уехали с семьей отдыхать. Но суть в том, что все они, говорит, самое мое было большое удивление, что стопроцентный был результат. Все купили. И она говорит, я за два часа заработала так, как я зарабатывала за месяц. Вот смотрите, когда вы, вот здесь вот по разным категориям можно создать, вообще круто. Да, но вот смотрите, если подарок дарить, даже по отношению, например, вот к своим клиентам, например, что востребовано летом. Летом востребовано средства, например, от загара, или для загара, купальники. И, например, вот вы комплектуете какой-то вот такой вот определенный какой-то набор, и говорите, если вы покупаете вот этот набор, я вам в подарок дарю вот такой-то подарок. И подарок должен быть недешевый. Но вы, во-первых, получается, что вы просто делаете скидку этим людям. Во-вторых, у вас моментально прибывает большое сразу же от одного клиента большое количество баллов. У вас, соответственно, ваши клиенты остаются с вами. И, в-третьих, вы находите новых клиентов, которые потом, впоследствии останутся с вами. Поэтому ваша задача создать, вот смотрите, средства для дома, кто, какая категория, какой социальный статус, что подарите, средства для кожи, кто, какая категория и тра-та-та. Средства для волос, опять, декоративная косметика, парфюмерия, одежда, аксессуары, денос-продукты. Это особый продукт. Люди, которые болеют, которые следят за здоровьем, которым нужно поправить экстренно быстро здоровье. Они готовы, хотя бы единовременно, но купить дорогой продукт. И если вы просчитаете, сколько вы заработаете на Денос, и сколько вы можете подарить, например, какой-то дорогой подарок, который прилично стоит, например, тысяч пять стоит, он стоит пять тысяч, человек не может себе этот подарок купить. И вы говорите, если вы покупаете, например, вот такой продукт, вот такой аппарат дорогой, то я вам дарю за пять тысяч Вот такой подарок. Я вам 100% говорю, человек, которому это точно надо по востребованности, он точно это купит. Поэтому ваша задача создать вот такие комплекты. Следующие для бизнесменов, для тех, кто строит сети, кто именно развивает бизнес. Для них что, что значит масштаб, вот именно увеличение ассортимента? Это потребители, кто они у вас, кого вы приглашаете, какие потребители, на что приходят, на какой продукт приводите вы. А делаете ли вы, например, консультации по уходу за лицом, консультации по визажу, по скайпу. Если создать, например, вот такие определенные консультации, я вам гарантирую, что ваши консультанты, они не просто будут сами тыкаться и что-то это, а вы их создадите им комплекс, который подходит конкретно для них. Если они будут входить в категорию то, что вы для продавцов прописывали. И они смогут постоянно, регулярно делать эти заказы. Если к вам приходят продавцы, вы можете уже готовые вот эти модели предложить продавцам для того, чтобы они пошли работать. Соответственно, ваши продавцы будут увеличивать свой объем личный, свои чеки средние и, соответственно, у вас вырастут ваши чеки, ваши объемы. Если у вас будет хотя бы 10 продавцов, которые будут делать хотя бы по 300 баллов, хотя бы по 300, посчитайте. 300 баллов умножить на 10 продавцов, что получается? Посчитайте, пожалуйста. Коллеги, напишите мне. 10 продавцов по 300 баллов, что выходит? Что выходит? 3000 баллов квалификации директора. Спасибо вам огромное. Поэтому, да, Леночка, вот просто масштабируйте по своим людям, по тем людям, кто к вам пришел. По строению структур. Если, предположим, человек удачно, успешно строит структуры, умеет рекрутировать, но нет у него мышления, например, предпринимателя и бизнесмена, но структуры он строит круто, масштабируйте, дайте ему задания определенные, как он может приводить еще большее количество людей. И тогда эти структуры увеличатся в объемах. И если у вас будет 10 структур, которые будут делать по 300 баллов, вот вам квалификация директора. Думайте, какие направления вы будете развивать. Дальше, следующий момент. А именно бизнес и предпринимательство. Кто эти люди, которые приходят на бизнес и на предпринимательство? Кого вы приглашаете на эту позицию? Потому что если приглашать обыкновенного человека, который обыватель, уберу слово обыватель, простите, у которого социальный статус низкий, в плане не то, что умственный, а прожиточный минимум низкий, и он никогда в жизни не представлял, что такое предпринимать, он не привык к этому, как можно его приглашать на позицию предпринимателя? Он не сможет. Напишите мне, кого обычно на бизнесменов приглашают и на предпринимательство? А я пока дальше буду рассказывать вам. Напишите, как вы думаете, на позицию предпринимательства и на бизнес, кого приглашают? О, пишите, молодцы. Франшиза. Франшиза, что это такое? Это открытие пунктов выдачи. Очень многие с удовольствием идут на франшизу. Компания все это предоставляет. Какие проблемы? Никаких проблем. Все это в зоне именно компании. Все продумано. Ваша задача только найти тех людей, которым это интересно. И создать совместный бизнес. Жду, пока вы напишите, перехожу к следующему слайду, потому что время прям бежит бешено. Ну, жду, как вы думаете, кто придет именно на позицию уверенных, активных, заинтересованных? Согласна. Те, у кого есть желание работать и зарабатывать? Согласна. А еще, вот смотрите, вы пишете качество человека. А какой его социальный статус? Откуда? Целеустремленных. Согласна. Правильно. А кто они раньше были в жизни? Откуда они пришли, большая часть людей? Кем они были в социуме? Кем они были раньше, прежде чем они пришли в вашу команду? Кто они? Откуда вы их зацепляете? Понимаете как? Я не говорю, что те люди, которые пришли из другого социального статуса, что они не могут стать бизнесменами. Могут. Но это более длительный процесс. А чтобы ускорить и увеличить, подчиненных навряд ли вы приведете на бизнес. Сетевики со стажем. Спасибо большое. Конечно, сетевики. Те, у кого уже предпринимательская жилка. Сами предприниматели, у которых не складывается сейчас продажи или работа в бизнесе. Вот их, если вы начнете приглашать, но для этого внутренне самим нужно мыслить масштабно. Кто имеет свой бизнес? Молодцы. Спасибо большое. Вот здесь вот очень важно по предыдущему слайду вам точно так же расписать на бизнес, кого вы приглашаете. На потребительскую, на продавцов. Многие говорят, вот я приглашаю пользоваться продуктом, они ничего не покупают, потому что вы приглашаете людей, у которых кошелек очень тоненький, у которых нет возможности каждый каталог покупать. Да, они имеют право покупать, но вы слишком большие надежды на них ставите. А если вы приглашаете, например, домохозяйку, у которой муж зарабатывает, но она хочет пользоваться дорогим хорошим продуктом, домохозяйка, мама в декрете, у которой есть деньги, у которой есть деньги у мужа, и она может себе это позволить. Или, например, человек, который зарабатывает нормально, бухгалтер, у которого постоянный стабильный доход, бизнесмен, и вы пригласите на позицию потребителя, они с удовольствием будут брать тебе много, регулярно и качественно. Итак, третье задание, которое вам необходимо сделать. Продумайте программы на увеличение ассортимента продаж. Помните вот то, о чем я вам говорила, вот по прежним пунктам. Подумайте, кто, кто они, какая возрастная категория, какой социальный статус, может быть, где они проживают и где их найти. То есть составьте такой приблизительный аватар по этим направлениям. И уже исходя из этого, составьте именно сами программы, чтобы увеличить КПД ваша, КПД ваших продаж, КПД ваших приглашений, чтобы, знаете как, чтобы каждый ваш консультант, каждый ваш сотрудник, кто к вам пришел, каждый ваш коллега делал на 120%, чтобы ваш клиент закупался на 120% регулярно. Тогда масштабирование вашего бизнеса, оно станет совершенно другим. И последняя тема, над которой мы сегодня поработаем, она, я не буду ее тоже глубоко разбирать и так много заняла вашего времени, простите, но мы поговорим на эту тему. Это увеличение интенсивности. Это последняя тема в сегодняшнем вебинаре. В следующем вебинаре я вам покажу, какие темы мы будем с вами рассматривать. Смотрите, что значит увеличение интенсивности? Это значит делать одно действие, одно действие только за сутки, но увеличить интенсивность. Предположим, вы запланировали рекрутинг, и вы понимаете, что именно рекрутинг, а летом это самое лучшее, что может дать вам ускорение, как вот этот дядечка на этом машине на огромной скорости улетает? Вот смотрите, именно рекрутинг. Если даже, предположим, у вас где-то что-то не будут получаться какие-то, ну вот, то есть не будет увеличиваться продажи или, может быть, ну что-то не будет получаться, то вы хотя бы можете подготовить базу сейчас в летнее время к осени и к зиме, и тогда осенью резко ваши обороты взлетят. Вы сейчас можете подготовить базу консультантов, базу клиентов, базу приверженцев продукта, базу влюбленных людей, к вас лично, к вас личность. Но мы об этом будем говорить потом, на следующих занятиях. Так вот, поговорим о рекрутинге. Если вы делаете рекрутинг, то, простите, коллеги, определите, какое действие вы поставите во главу. Если у вас есть капитал, то есть есть денежные средства, запустите рекламу, но имейте в виду, маленькое количество, будет, конечно, маленькое количество денежных средств, внесенных в рекламу, не даст вам максимального рекрутинга. Я честно вам говорю, реклама – это тот момент, который нужно настраивать, настраивать длительное определенное время. Даже профессионалы своего дела, маркетологи, не всегда могут за один раз выстроить рекламу. Это, ну, это просто нереально, потому что иногда бывают какие-то непонятные реакции, как это срабатывает. Но как только вы настроите рекламу, в нее нужно много-много вкладывать денег. И чем больше вы вкладываете, тем больше дает результат ваша реклама, тем большее количество людей приходит вашу структуру. Если есть капитал, если нет капитала, но вы хотите бешеного, мощного роста, тогда возьмите, заведите, просто интенсивность увеличьте своего действия, заведите 100 страниц в каждой соцсети и отправляйте каждый день на эти 100 страниц по 100 сообщений. Я понимаю, что я вам масштаб увеличиваю действий, но по сути, по своей, если вы это сделаете, а как это можно сделать? Конечно, это можно делать самому. Тогда нужно просто уметь быстро-быстро-быстро-быстро-быстро самому это делать. И 48 часов работать. Можно это нанять каких-то роботов, которые будут это делать. Можно нанять каких-то людей за небольшие деньги, которые будут заниматься этой рассылкой. То есть, например, нанять каких-то курьеров, которые готовы за небольшие деньги вот это делать. Нет у вас возможности на немания. Начните это делать сами. Сделайте большое количество страниц и большое количество сообщений. То есть увеличьте интенсивность этого. Когда мне люди говорят, я работаю в соцсетях, но не работает, потому что соцсеть нужно отрабатывать максимально. И нужно какое-то определенное время, немаленькое, чтобы эта соцсеть начала давать вам результат, чтобы у вас образовался уже бренд. То, о чем мы говорили. Но если вы хотите работать в интернете, начните в интенсивности работать. Не в плане спама, а в плане, знаете как, культурных каких-то рассылок, культурных каких-то шаблонов, культурных общений, знакомства с людьми. Но зато интенсивность увеличить. Когда мне кто-то говорит, ну я работаю час в интернете, ну за час квалификацию генерального партнера вы не сделаете, коллеги, это точно. Если вы хотите большого количества и много, начните это делать. Я понимаю, что это займет могучее количество времени. То, о чем видео было, которое Дарья перед этим ставила. Не умеете работать с интернетом, возьмите 50-100 каталогов и раздавайте их в день. Я... 100 каталогов в день кажется нереально. Реально, коллеги. Это у кого какая потребность? Можете по 50 каталогов, но каждый день. Увеличьте интенсивность. Наймите курьеров, которые 100 каталогов в день будут раздавать. И потом 100 каталогов в день будут собирать. Платите курьерам за определенные... Вот они приносят вам заказы. С этих заказов платите им 10%. Подумаешь, вы с прибыли потеряете. Но вы зато привлечете большое количество клиентов, которым вы дадите. Вот уже потом сами с ними познакомитесь с этими клиентами. И они станут вашими или консультантами, или вашими клиентами. Увеличьте масштаб. Не только делать самому. Вот, например, я вам говорю, что вот сейчас, получается, не всем своим новичкам я могу звонить. Не со всеми я могу консультантами связываться. В основном происходит процесс, что я работаю с теми, у кого потребность есть. С теми, кто задает мне вопросы, с теми мы и разговариваем по телефону. Почему я и говорю, что пишите, звоните. Не успеваю. Понимаю, что уже нужно нанять колл-центр. То есть конкретных людей, которые будут конкретно делать прозвоны, я буду им платить деньги, но я их обучу. Я точно вам могу сказать, что со следующего периода мы планируем запустить обучение, именно тренинг для спикеров, для тех, кто будет вместе с нами преподавать. И мы это запускаем с параллельной структурой. Мы подтягиваем все ресурсы, которые дадут ускорение и возможность роста каждого из вас. Не умеете, не любите каталоги раздавать. Значит, тысяча человек, список знакомых и отрабатывайте. Во, конечно, сто каталогов можно и за час. А представляешь, Олеся, многие мне говорят, кошмар, раздать пять каталогов. Это же ужас, мы не справимся. Это очень просто, навык нарабатывается. Но берете и делаете интенсивно и каждый день. Сегодня сто раздали, завтра сто собрали. Сегодня сто раздали, завтра сто собрали. У вас коэффициент полезного действия увеличится, но об этом мы будем говорить на следующем обучении. Вы знаете, смотрела тренинг у бизнес-молодости, и они произнесли такую фразу именно в увеличении интенсивности. Они сказали, ваш ориентир должен быть масштаб результативности, чтобы 8 тысяч звонков должно быть в сутки у вас. У вас, только у вас. И 5 тысяч заказов должно быть у вас в сутки. Думала, писать вам эту цифру или нет, потому что я же делаю, я же делаю так. Но я понимаю, что это в принципе, можно и так. Но я понимаю, что если поставить ориентир, чтобы у вас было 8 тысяч звонков в день по вашим клиентам и консультантам, я одна сама не справлюсь. Соответственно, это или колл-центр, или это определенное количество людей, которые начнут это прозванивать. То есть, если идти в этом направлении, и если обучить каждого консультанта именно делать грамотные звонки, то 5 тысяч заказов в сутки однозначно будет. Потому что если брать масштаб своего бизнеса, а не только личные свои продажи, и только личное свое приглашение, то тогда вы увидите, что я думаю, что 8 тысяч заказов, ой, звонков в сутки у нас не происходит. Но я думаю, что у нас количество людей, например, 4 тысячи человек в моей команде. И даже если каждый бы хотя бы один раз делал один звонок в сутки, вот за один день все бы позвонили, то это 4 тысячи звонков. Поэтому если вы начнете увеличивать количество своих команд, и каждого научите делать эти звонки, и вот эти действия, и увеличение интенсивности, то ваша интенсивность вырастет в разы. Смотрите, здесь происходит совершенно другой подход к построению бизнеса. То есть вот вам нужно сейчас сделать ориентир, взять и прозвонить всю базу, которая у вас есть. Консультантов, клиентов, людей, которые вам сказали нет, людей, которых вы знаете, людей, которые у вас составлены в списках знакомых. Вот-вот прозвонить всю базу. Я вам точно говорю, если вы увеличите количество звонков в день, не 5 звонков, не 10, а даже 30, 40, 50 звонков в день, то ваше количество заказов сразу же увеличится и прирастет. Поэтому ваша задача для увеличения интенсивности – это прозвонить всю базу. Второе – выявить тех, кто готов, как вы, на масштабные действия и на масштабные мечты. Потому что, возможно, в ваших структурах есть люди или в знакомых есть люди, которым вы не предложили, а они готовы так же, как вы, масштабировать свое изменение своей жизни. Третье – вам необходимо организовать все процессы на увеличение интенсивности. То есть, в чем ваша интенсивность будет за сутки и каждые сутки, в чем будет интенсивность ваших лидеров, в чем будет интенсивность ваших продавцов, в чем будет интенсивность ваших потребителей, в чем будет интенсивность ваших клиентов, в чем будет интенсивность рекрутинга. То есть, если вы организуете вот эти все процессы в своей структуре, то интенсивность вырастет в разы, сразу говорю, и количество заказов увеличится в разы, и количество баллов увеличится в разы, и квалификация начнет расти очень быстро и стремительно. Следующий пункт. Необходимо подтянуть и использовать все ресурсы, которые у вас есть. Свой ресурс, свой уровень знаний, все ресурсы, которые дает компания, то особенно сейчас у нас буквально в этом каталоге свалилась манна небесная, которую вы можете использовать. И подарок новичкам за первый шаг, порошок за рубль, и 200 рублей на счет новичкам, если они сделают это, и подарок консультантам, и подарок те, да и скидки 45, да вообще вы за... Вот знаете как, если увеличить интенсивность, вот у нас до конца периода осталось сколько? Сегодня четверг, но у некоторых еще есть время еще что-то сделать, подготовиться. Четверг, пятница, суббота, воскресенье. Если увеличить интенсивность за эти 4 дня в 100 раз, не в 2, в 3, а в 100 раз, и подумать, где может быть увеличение, и использовать все ресурсы компании, которые она дает, о том, о чем говорила вчера Дарья, о том, что сейчас происходит, все эти акции, и использовать все ресурсы, которые дает наша команда, именно Faberlic Project, все, что мы для вас подготовили, знаете как, тупо довериться, и знаете как, и создать вот эту воронку, точнее вот это, знаете, как купол, в который будут заходить ваши люди, и идти по всем ресурсам компании, идти по всем ресурсам нашей команды, идти по всем ресурсам, которые вы им предоставите, по тем сформированным вашим моделям, и если они пойдут в этом направлении, и вы начнете эту интенсивность увеличивать, вы просто не представляете, насколько увеличится ваша скорость, это знаете как, это как нажать на педаль газа в машине, вначале нажимаешь чуть-чуть, а потом сильнее, у меня машина моя, она мне позволяет надать, нажать педаль газа сразу же в пол, для чего, я могу тронуться буквально за 2 секунды с места, сразу же на большую скорость, кайф ловлю, безумный, вы не представляете, насколько это шикарное ощущение, когда ты можешь интенсивно с огромной скоростью взлететь вот так вот, вот с такой скоростью, вы не представляете, что происходило со мной, когда я это поймала, кайф, стоишь на светофоре, стоишь, а сзади выстроилась огромная гвардия машин, и есть такие, которые не терпящие, готовы уже тебя вот прям уже здесь вот прям обогнать слева, или обогнать даже справа, вот как-то так тебя обогнать, и вот прям они прям тебе в попочку-то прям вот прям вот прям в зад машины готовы вот прям втрескаться, и есть такие, и когда вдруг загорается желтый свет, и я нажимаю в пол сразу педаль газа, и когда я вижу в зеркало заднего вида, как вот эти стремящиеся обогнать остаются сзади меня, и потом какое-то время еще, я потом уже снижаю скорость, но суть в том, что им требуется какое-то время, чтобы меня догнать, какой кайф я испытываю, вы будете такой же кайф испытывать, когда вы масштабируете и увеличите интенсивность в своей структуре, да, я вообще шумахер, знаете, это такая энергия, это такое ощущение нереальное, когда ты понимаешь, ооо, не, ну я нормально, я очень аккуратно езжу, я просто знаю, где я могу вот это использовать и поймать удовольствие, а так я очень аккуратист, вот это то же самое, это, знаете, как, это как на скоростном поезде, когда жжжжж, как на самолете, хлоп, и вы уже на месте, поэтому вот это очень важно. Итак, сегодня задание последнее, которое для вас, четвертое задание по нашему обучению, подумайте, по какому методу вы можете увеличить интенсивность для более высоких результатов, Что у вас работает настолько хорошо, как, например, Олеся говорит, за час могу сто каталогов раздать. Если это вот ваш метод, который вы умеете делать лучше всего и в легкую, подумайте, как этот метод еще увеличить в интенсивности, еще увеличить в эффективности. Подумайте, какой метод, возьмите его и за эти 4 дня просто отработайте максимально. Просто попробуйте. Вы тогда почувствуете, этот ваш метод или нет, но вы увидите, насколько у вас начнет прирастать. Итак, четвертое задание. Подумайте, по какому методу вы увеличите свою интенсивность для того, чтобы у вас произошло ускорение именно в этом закрытии каталога. А уже это ускорение, знаете как, есть инерция. Когда ты ускоряешься, то ты по инерции движешься уже в следующий каталог, перетянете, вы перетекете уже с большой скоростью. А вот не завтра, завтра мы с вами будем говорить о сравнительной характеристике двух каталогов, чтобы помочь вам и клиентам сориентироваться в продукте, которые особенно сейчас важны. Но следующее занятие на следующей неделе, я обязательно дам на следующей или через неделю. Следующее занятие, как только вы отработаете ту схему, которую я вам дала, у нас по масштабированию будет такая. Вторая, у нас будет четыре тема. Увеличение КПД, коэффициента полезного действия в своем бизнесе. Как сделать более эффективные свои действия, чтобы они приносили еще больше результатов. Второе, клонирование, географическое расширение, как себя, как создать вот это клонирование, как сделать так, чтобы большое количество тех людей, которые у вас есть, такие, как вы, стали, чтобы вас стало еще больше. Третье, кардинальное изменение модели масштабирования. Это более такая глубокая, интересная тема. Она, возможно, самая важная во всем процессе масштабирования. Я сейчас не буду говорить, что это за тема, но она вам точно будет интересна. И вы точно узнаете во многих ситуациях себя, что действительно пора, наступила момент изменения модели вашего масштабирования. И последняя тема, это аномалия, эффект резонанса. Видите, какой секрет, интригу вам создаю? А вот эта тема, это конкретно направление, как создавать идеи и как создавать по этим идеям именно проекты для создания масштабного, крупного, грандиозного бизнеса. У вас осталось 4 дня до закрытия периода. Завтра я вас жду на именно презентацию каталога. Но мы точно, мы строим успешный бизнес. Каждый из вас. И когда вы в это верите, когда вы понимаете, что вы можете быть успешным и причем увеличить и удвоить эту успешность, то тогда вы начинаете двигаться в большой скорости к большим достижениям. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!